Друзья, всем привет! Меня зовут Ира Дубина, я стилист, автор телеграм-канала Омега Стиль, основательный салонтажного проекта Текки на Текки Винтедж и автор телеграм-рассылки Ирины Зонпоинт. Сперва небольшая предыстория. Вчера я проснулась с абсолютным ощущением того, что нахожусь на грани какого-то эмоционального выгорания. Я думаю, во многом это связано с тем, что у меня так и не получилось с этим летом съездить в отпуск. И последние несколько недель здесь, в Париже, я провела за бесконечным поиском квартир. И это какой-то нескончаемый день сурка, когда ты просыпаешься, начинаешь смотреть объявления, начинаешь отправлять запросы. Потом тебе, возможно, назначают какие-то визиты в эти квартиры и так далее. И, в общем, я поняла, что меня как-то это все так эмоционально вымотало всего за несколько недель, что мне срочно нужна какая-то перезагрузка, и мне срочно нужно куда-то уехать хотя бы на несколько дней в такой мини-отпуск. В общем, вчера я весь день смотрела и думала, куда можно относительно быстро на поезде уехать из Парижа. Желательно, чтобы рядом было море, и желательно, чтобы это был какой-то очень тихий, немножко пенсионерский вайб, чтобы радикально как бы сменить картинку с шумного Парижа. И в итоге я остановилась на Гранвилле. Я ни разу там не была. Это Нормандия. По-моему, это Верхняя Нормандия называется. Могу ошибаться. В общем, я вчера вечером взяла билеты на поезд, забронировала себе там жилье на четыре дня, и через несколько часов, собственно, я надеюсь, я уже буду мчать по направлению к Нормандии, и сделаю вам оттуда вложек. Еще вчера я решила, что мне нужна обязательно какая-то книга с собой. Не знаю зачем, потому что у меня есть еще одна недочитанная. Я зашла в Шекспире компания, известный, мне кажется, самый известный магазин книжный в Париже, потому что там продаются англоязычные книги. Ну и в общем, сделала себе такое, значит, легкое чтиво на странице 600, я думаю, биографию Карлуши Лагерфельда. Вот, это я еще не читала, но делаем ставки, сколько я прочту за эту поездку. Так, что ж, я на месте. Иду от вокзала 9 минут до отеля. Значит, прикол в том, что за 3 часа пути никто так и не проверил билеты. Поэтому в целом можно было бы 54 евро сэкономить. На билеты я переоделась быстро, молниеносно и отправилась в центр пожрать. Очень хочется бокал игристого или белого. И желательно сопровождение устричек и сопровождение заката. Сейчас сегодня вечер, на улице практически никого. И это, мне кажется, тот самый пенсионерский вайп, который я хотела получить от этого микро-отпуска. Так, сегодня у нас день первый. Я прошла уже со всеми утра и я решила долго не раскачиваться и сразу двинуть в сторону моря. Просто, чтобы как-то провести день на природе, пусть красиво сеет. Да, еще прикол в том, что в Париже у меня нет с собой никаких особо пряжных, допустим, простых вещей. И когда они пришли в Париже в Дан, это был, конечно, тут еще челлендж. И я просто взяла все. Я бы все святошки нахожу в городе и плюс два купальника, которые у меня есть. Он, мне кажется, один из самых известных, если не самый известный факт о Гран-Билле. То, что здесь родился Кристиан Диор. И здесь есть, собственно, музей, дом-музей Кристиана Диора и сады. Собственно, вот так выглядит музей-дом Диора, куда мы повезем чуть позже. Вот так выглядит сад. А, еще один известный факт, что Диор обожал цветы и особенно розы. И разводил у себя в саду большего качества роз. И, собственно, так оно и осталось. Вот и сам маленький Диор в 1914 году стоит где-то в этих садах. Если честно, я в полнейшем в восторге. И даже не думала, что это будет настолько красиво и вдохновляюще, умиротворяюще. Слушайте, я просто в шоке от размаха отлива здесь, потому что, да, я сюда заходила часа два назад. А люди купались вот где-то смотровая вышка и ближе. Ну, примерно где я сейчас, мне кажется, встаю. Как бы люди уже, типа, заходили в воду и купались. А сейчас отлив аж вон туда. Еще, кстати, классная история. Это такой тут, получается, бассейн, как бы вырытый внутри самого пляжа. И когда, собственно, я приходила сегодня утром, вода была вот на границе, как бы, бассейна. Она, то есть, заходила в целом бассейн. А теперь она вон там вот. И, короче говоря, с первой половины дня вода набирается. И во второй половине дня можно купаться, когда уже оттуда она ушла. Помните, вчера я вам показал, примерно, что это у нас же место. Это там бассейн, что такое. Вот сегодня его тупо нет. И вероговой линии тоже нет. Такой вот припих. У нас продолжается отлично инфраструктура. Вот этот весь набор. Стоил, внимание, 13 евро. 13 евро. Это шучу, что у меня загар по линии очков. Как есть загар больнобойщика, по линии футболки, у меня по линии очков не могу назвать. То есть, у меня как бы вот так вот загорело. Даже не так, у меня вот так загорело. Вот так. А с остальным, у меня не очень загарит. Позавтракать я сегодня решила в таком кафе. 3,9 евро. Прайма саду. Вот очень красиво все. Прайма саду. Тут решила, что в крайний день конца отпуска мне нужно сделать небольшой перерыв между осуществлением лежания и читания. И попробовать вырваться, выбраться куда-нибудь. И я решила на поезде доехать до Фен-Мао. Я почему-то думала, что здесь, здесь же находится Понсен-Мишель. Это такой замок, к которому ты идешь практически по воде во время отмери, но он находится не здесь. Но здесь, мне кажется, тоже достаточно интересно и симпатично. Мишель. Р Bay. Ольга. Под конец отдыха я нашла очень симпатичную кофейню, стараюсь поставить куда-нибудь ее название, с прикольными всякими салатами и сэндвичами. Взяла себе сегодня на завтрак такой с чечевицей и сыром. Вчера брала с буратой, инжиром и прошутто. Он был супер. И вот такой breakfast от Эдвьё. Что ж, я вернулась из своего микроотпуска. И что я могу сказать? Во-первых, я успела загореть, как вы можете видеть. Неплохо так и за четыре дня. Во-вторых, гран-виль супер. Это просто идеальное место для какого-то максимального чила, перезаряда, аккумулирования энергии, пенсионерского отдыха и вот это все. Там супер красивая природа, супер красивый мор. В общем, супер это именно то, что мне нужно было для того, чтобы перезарядиться, насытиться новой энергией и вернуться обратно в Париж, в бой, продолжать заниматься бытовыми делами. И последнее. Если будете в гран-виле, очень рекомендую зайти в один магазин. Ставлю его название. Его держит пара. Парень-девушка. И они дизайнеры, делают какую-то одежду, какие-то аксессуары, еще что-то. И также парни увлекаются вином. И у них там собрана какая-то очень прикольная селекция. И я просто попросила их что-то порекомендовать в районе 10-15 евро. И, в общем, одна из тех бутылок, которые он мне порекомендовал, это вот это вино. Оно просто супер. Очень-очень крутое. Очень рекомендую и вино, и место.